У вас есть план? Так, какой план? Вот существуют такие вот варианты. Да, сиди-сиди. Давайте посмотрите сюда, и убедитесь, что интересно то же самое. Но у вас, как и все верные карьеры, есть учреждения чьи опорно собственные силы. Не используя никаких чужих задней сил, все можно сделать самому, хорошо. Уже известно, что вот эти два варианты должны быть разными. Да, да. Соответственно, вот эти два, и вот эти два, и вот эти два. То же самое можно написать для третьего вот этого вот ряда. А вот эти вот два должны быть тоже разными, поскольку... Вот. Ровно это я хотел бы сказать. Ровно это. Вот эти два должны быть разными, поскольку и тут, и тут красный. Вообще, можно сказать, что любой человек посередине точно знает, какой цвет шляпы уже с тем, кто сзади... Сзади и спереди? И сзади, и спереди. И спереди видит, а сзади слушает то, что говорили о ней. Но кроме маслеек, почему? Нет, нет, ну да. Если последний сам человек полезен в информацию, то про его цвет он ничего не знает. В смысле, кроме последнего, да. Ну и чего? Да. В этот момент второй назвал свой цвет, который в обоих случаях красный. Да. Поэтому второй никакой новой информации ему не сообщил. А здесь... Здесь удобно почему-то, видя одно и то же красное, назвать разные... Ну да. Он должен быть разным. Следовательно, в первом случае должен сказать одно, а в другом случае должен сказать другое, чтобы третьему можно было понять в этих случаях, что говорить. Ну хорошо. Ну отлично, можно сделать вот так, и вот так, и вот так. Ну тоже в короче, поскольку в соединенных ситуациях и тут, и тут все одинаково, но почему-то вот этому третьему нужно говорить с разными. Следовательно, это разница должна определяться, потому что сказал первый. Ну что, наверное, вы что-нибудь поняли в этих случаях? Да. Вы слушаете, правильно я объясняю? Для второго, в первом случае нужно различить эти два варианта, эти два варианта, эти два варианта и эти два варианта. Для третьего тоже нужно различить эти два, эти два, эти два и эти два. Вот только вопрос, почему? Вот это пониженное мнение. Если вам не различить, то тренер не будет знать, что ему верить по спорту, и это не будет знать, что он говорит этот. И тут, и тут все одинаково, но почему-то тут он должен говорить красный, а тут синий. То есть первый должен сказать что-то такое, чтобы во всех этих парах ситуаций третий, третий понял, что ему можно говорить, и третий. и третий. Мы уже договорились, что второй называет свой цвет. Мы хотим, чтобы первый сообщил информацию, а второй, третий и четвертый назвали свой цвет. Поэтому мы знаем, что эти два варианта. Второй говорит одно и то же, красный. И четвертый, значит, тренер видит шапку четвертую, она тоже красная. Вот, в данном случае, это соответствие, что в данном случае даст. Единственное, что ему позволено различить это сообщение. Ну да, от первого. От первого. Ну, тут тоже самое, можно сделать это четвертого. Соединяется он так, а сколько уют и тут четвертый слышит красный, но они не знают, что его ловить. Красный, 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 красный. В этих случаях, он, может сказать, Тот, тот и тот. То есть на самом деле правило ваку, что если эти двух строчек в одном месте отличаются, то может быть разное дело. Например, если они отличаются вот в последнем месте, то это вот эти два. Если они отличаются вот на третьей позиции, то вот эти два. А если на этой позиции, то получается вот эти два. Но это все две уровни, а можно ли такое обеспечить? Теперь пусть при этой ситуации первое будет говорить как? Да. Красное. Поскольку тут должно быть разное, тут должно быть разное, и тут должно быть разное. То тут он обязан сказать S, ну и если тут конечно нечестно, то тут обязан сказать K. Да, тут все равно можно договориться так. Поскольку вот эти разные, тут тоже нужно сказать S, только вот эти разные, тут тоже нужно сказать S. Теперь известно, что вот эти два смущей должны как-то различаться. Значит тут нужно сказать K. После этого. После этого, поскольку эти должны различаться, то нужно сказать K. Поскольку эти должны различаться, тут можно сказать S. Шестое от восьмого должны отличаться, поэтому если в шестом K, то в восьмом S. Ну да, поскольку вот S должен отличаться, то можно сказать K. Седьмой от восьмого отличается. Восьмой мы уже знаем, значит седьмой знаем. Ну и надо проверить еще, что вся эта таблица совпадает. Все условия будут. Значит здесь два разных, здесь два разных, здесь два разных, здесь два разных. Здесь два разных. Теперь так два разных. Значит так, два разных и так два разных. Хорошо. Значит теперь вот так. Значит две разные все, два разных. Два разных и тут два разных. Хорошо, а можно взятать вот выйти в термину? Если два красных, а один синий, то что вы говорите? Если два красных, а есть? Ну только, ну, кто может быть? Давайте посмотрим, два красных, один синий. Что вы получаете? А в каком порядке? А вам о каком порядке? Да. Ну и тут, например, можно сказать – синий. На что-то два красных, один синий, синий, два красных, один синий, синий. Где еще два красных? Ещё два красных надо. Да, почти десять их. Если два красных и один синий, то, мы говорим «синий». Хорошо. barrier А если один красный и два синих? Один красный и два синих, то нужно говорить красным. Как можно говорить красным? Красный. Значит, если один красный и два синих, это вот эта комбиначка, вот эта и вот эта. Значит, мы говорим красный. Хорошо. Теперь, если три красных и ноль синих, то надо говорить красным. А что случилось? Как случилось? Если ноль красный и три синих, надо говорить синий. Ну да. Хорошо. Значит, вот есть такое вот правило. Ну вот оно написано здесь таким способом. Для первого. Это значит инструкция для первого. Да. Теперь как? Вот первый, допустим, вот это правило выучил и не сказал. И теперь нужно сказать цвет своей шахты второго. Что же делать второй? Второй видит эти цвета и этот цвет. И нам надо написать, что если он видит красный, то нужно говорить красным. Нет, он видит, что это не цвет шахты. Это не цвет шахты. Это не цвет шахты. Чтобы вы не понимаете, что это цвета реальные. А вот это, это? А это вот это со мной информация. То есть второе, третье число, это снимает эту информацию в этот момент. Ну да. И что же он может делать? И все зубницы что знают? Вот эти цвета следующие, из которых он получает такую информацию. И вот этот один лишний вид. И просто много типа таблиц. То есть, если красный, 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 то нужно говорить красный. Если красный, красный, синий, то нужно говорить синий. Если красный, синий, синий, то нужно говорить красный. Ну и так далее. То есть, что видит второй? Второй видит вот эту часть таблицы. И видит вот эту. И надо проверить, что вот эти три символа однозначно определяют вот эту. И действительно, вроде бы, значит, красный, красный, красный еще есть вариант, наверное, где он видит. А, нет, нет, нет. То есть, они все просто однозначно определяют, однозначно определяют столбец таблицы. То есть, ну вот, получается, первый сообщает по этому правилу, а второй должен по таблице найти столбец. И то же самое, наверное, да. То есть, если встретим так, что третий знает этот, этот и этот, и мы, ну, будем под нас в порядке, возможно, получится вот этот третий. То есть, каждая информация в каждой строке восстанавливается по информации в этой строке просто по этой таблице. Зная, что мы видим и что сказали другие, мы можем понять, в какой таблице в столбце мы находимся, и, соответственно, назвать цвет.